Над этой темой шутят, над этой темой смеются, но все равно почему-то люди покупают селфи-палки и ходят с этими удилищами по улице. Особенно видеоблогеры, которые хотят делать офигенно красивые лайфстайл-блоги, типа как у меня сейчас на iPhone 7 Plus. Короче, у нас сегодня на обзоре сразу две селфи-палки, в двух разных цветах каждая модель. Одна модель Mi Go, а вторая Mi Go Mini, и как раз на Mi Go Mini я сейчас снимаю. Начну с самой крутой селфи-палки, это Mi Go, полноценная селфи-палка с толстым, не знаю как это назвать, основанием. Она достается как телескопическая трубка, она очень надежная и хочется прям кого-то ею хорошенько пришибить. iPhone она выдерживает абсолютно без проблем, да и любой тяжелый смартфон тоже. Единственное, что всякие 7-дюймовые модели она даже не возьмет в свои пазы, потому что раскрывается она, ну не очень-то и сильно. Мне нравится, как выглядит эта селфи-палка. Во-первых, материалы, во-вторых, дизайн. Когда она сложена, трудно даже понять, что это такое. Ну, какая-то штука, все у меня спрашивают, а что это? Когда делаешь раз движение, два, три, четыре, сразу понятно, что человек пришел с удилищем либо рыбу ловить, либо делать групповые селфи. Селфи-палка сделана из матового пластика с силиконовыми вставками по типу вот этих вот. Выглядит и ощущается замечательно. Монолитно, ничего нигде и не шатается. Ну, нет ни малейшего намека на то, что она хоть как-то ненадежно будет держать ваш смартфон. На днище селфи-палки есть даже гнездо для установки на штатив, и это будет полезно для тех, кто хочет снимать какие-то видео на гоупрошку. Потому что, например, крепление для гоупрошки на штатив вы особо нигде не найдете. А сюда поставить гоупрошку элементарно, прикручивайте к штативу и снимайте свои видеобложки. Сбоку селфи-палки microUSB для ее зарядки и тумблерок для включения самой селфи-палки. Сразу начинает гореть зеленый светодиод на кнопке, а кнопка нужна для того, чтобы включать либо выключать запись фото или видео. Подключается все это по Bluetooth к телефону, работает мгновенно, и проблем у меня с этим не было. Нажали раз, сделали фоточку, либо запустили видео, нажали второй, выключили запись видео. Именно на эту селфи-палку я сделал туча селфи, груфи, групповых селфи у нас в офисе, на работе, на улице, да везде, где я только мог задалбывал людей вот этим самым делом. Ну, если честно, не на эту селфи-палку, а на вот эту. Это она же, но только в черном цвете. Вот так вот они выглядят. Мне черный нравится больше. А вот сейчас я уже снимаю на меньшую версию селфи-палки, которая называется IoT Migo Mini. И эта версия отличается от большой в том, что у нее есть беспроводное управление в отдельном пульте, которое достается из корпуса. То есть вы можете не просто делать селфи на эту селфи-палку, а, не знаю, вот этот пульт использовать как дистанционный запуск съемки основной камеры. Понадобится это не только тем, кто хочет делать селфи, а и тем, кто серьезно занимается мобильной фотографией. То есть вы поставили смартфон куда-то на штатив, взяли эту штучку, нажали и снимок готов. Без какой-либо тряски. У меньшей селфи-палки тоже есть гнездо для штатива. И это хорошо. Можно установить сюда GoPro и снимать на нее какие-то свои видеоблоги. Но вот чего я не понял у компании IOTI, это почему у более доступной и простой селфи-палки, у этой, есть беспроводной вот такой вот маленький и удобный пульт. Почему такого пульта нет у большей и более дорогой селфи-палки? Этого я не понимаю. Поэтому пока что я более резонной покупкой вижу именно эту селфи-палку. Благодаря пульту, благодаря тому, что она без проблем выдерживает iPhone 7 Plus, на который мы снимаем этот обзор. И да, мы специально снимаем обзор на iPhone 7 Plus, чтобы вы примерное качество понимали и видели, которое будет получаться и у вас, и на эту селфи-палку. Для меня огромный плюс в этих селфи-палках это их монолитность и неплохой вес. Дело в том, что благодаря этому получается кое-какая стабилизация в видео, когда снимаешь на саму селфи-камеру. А основная камера, понятное дело, стабилизацию чаще всего имеет. А селфи нет. Посмотрите, какая красота. Боже, это просто идеальный инструмент для туриста. Я вот, блин, делаю не по сценарию. Смотрите, идеальный инструмент для туриста. Класс. Надо себе такую взять. Мораль обзора очень простая. Для туриста просто необходимо иметь селфи-палку. У меня как раз отпуск на носу, и мне что-то типа такого очень нужно. Селфи-палка, которая у меня дома за 150 гривен, она вообще не какущая, очень хилая. Я боюсь в нее вставлять свой айфон. Поэтому это просто must-have для хороших дорогих телефонов. А эту штуку можно купить очень легко. Красивая аннотация слева от меня. Здесь кнопка для подписки. Ставьте лайки и дизлайки. А меня зовут просто Руди. Увидимся с вами в следующих наших обзорах. Всем до встречи и пока.